Привет, друзья! Привет, почитатели крутых ножей и мощной холодной природы! Сегодня у нас предновогоднее слегка попсовое видео рейтинг фиксированных ножей от канала Кабан. В лесу, среди дикой природы, только здесь фиксы выглядят органично. Есть в них что-то первобытное, что-то из глубокой древности. Даже в каменный век фиксы выглядели примерно так же, как выглядят сейчас. В них нет каких-то дрочев от складных ножей, типа караул, клинок на полмиллиметра не по центру, там шуршит осевой, отслоился карбон. У нормального рабочего фикса есть только один косяк – это тупо отсутствие клинка. Все остальное можно считать не косяк, а особенность. Мой рейтинг – это, конечно же, не самые лучшие ножи. Я прекрасно понимаю, что есть множество более крутых, более классных фиксов. Мой рейтинг – это всего лишь те ножи, которые по каким-то причинам задержались у меня в руках. Но все ножи, которые вы увидите, они все в работе, а значит, они все живут. Поэтому поехали! Рейтинг фиксированных ножей, живых фиксированных ножей от канала Кабан. Десятое место нашего Кабанева рейтинга – нож Бак, Баклайт Макс. Простенький, надежный фикс от именитого производителя. Такой универсал без претензий. Вполне гармоничные формы, вполне рабочие формы. Очень цепкая рукоять. Все это за очень небольшую цену. Основной минус этого ножа – это ножны. Вот чтобы у его производителей презерватив так держался, как здесь держится их нож. За свои деньги очень крутой рабочий фикс. Бак, Баклайт Макс. Десятое место. Девятое место – Апенель Перин. Небольшой, легкий, верткий кухонничек. Очень удобный и просто кайфовый своей лаконичностью. Бывает из углеродки, бывает из нержи, с плейновой заточкой и с такой мелкосерейтерной. Но я все-таки ножеман, а не домохозяйка, поэтому мой выбор, конечно же, уголь. Действительно, очень часто пользуюсь этим ножом. Беру его часто в какие-то поездки, в дорогу, потому что по продуктам просто балдежный режек. Да, немного петингует. Но в этом, в общем-то, и суть углеродки, и в этом даже в чем-то ее прелесть. Французский кухонничек с запахом винограда, вина и французского сыра. Апенель Перин. Девятое место. Восьмое место. Просто топчик всех топов. Моро Компаньон. В моем случае это Бахо, который шел в комплекте со складной пилой Лапландер. Но это тупо то же самое, что Моро Компаньон. Делается на одних мощностях, с одних и тех же материалов. Да здесь, в общем-то, и говорить уже не о чем. Только ленивый ножеман не обзорил Моро Компаньон. Все уже жевано-пережевано. Удобный в хвате. Резиновая рукоять. Тонкий резучий клинок со скандиспусками. Которые элементарно точить ручную на любом камне. Да, нержа эта мягковатая. Относительно быстро садится. Но так же быстро и правится, и точится. И, собственно, поэтому этот нож у меня всегда острый. Мне кажется, этим ножом компания Моро троллит всех остальных производителей. Садятся у себя на корпоративе Моровском. Открывают каталоги других производителей. И тупо ржут с их цен. Потому что цена на такой классный нож просто невероятно низкая. Если ты не какой-то глубоко увлеченный ножеман. Тебе надо просто рабочий неприхотливый классный нож. То Моро Компаньон твой выбор. Восьмое место. Моро Компаньон. Седьмое место нашего рейтинга. Это Моро 510. И это просто какой-то трэш. Как такой нож может стоить меньше 5 долларов. Резучийший клинок из углеродки. Красивые формы. Невероятно компактные ножны. Его простота настолько функциональна и лаконична, что становится просто красивой. При том, что он такой пластиковый и даже примитивный. В нем явно есть дух настоящих финских ножей. Подойдет этот нож тому, кто имеет хоть какое-то минимальное понятие об уходе за углеродистыми сталями. В общем, это невероятно крутой нож. Седьмое место Моро 510. Шестое место Брутальный Фикс Кабар Heavy Duty Warthog. И здесь стоит положить предыдущий нож, чтобы понимать хоть примерно масштабы. Этот кабар это такой тестостероновый нож. Прибавляет плюс 10 килограмм к любому упражнению в спортзале. Способствует росту бороды и огрублению голоса. Даже женщина, беря этот нож в руки, чувствует себя мужиком. Это самый лучший нож по версии любого пьяного кухонного застолья. Потому что уделает любой другой нож в сравнении чей нож лучше способом удара кромка об кромку. Такая полная резиновая рукоять с очень развитым грибком. В руке нож ощущается как пришитый. В ножнах ощущение скорее, что это у вас огнестрел, а не нож. Кабар Warthog рубит, копает, взламывает, поднимает чугунные люки, консерву, с тушенкой разрубает пополам. Пугает окружающих, придает силы своему владельцу. Что еще надо тихому, доброму нажиману? Шестое место. Кабар Heavy Duty Warthog. Пятое место нашего фиксированного рейтинга крутых ножей. Нож Suomi Puco от компании Woodknife. Это тот волшебный нож, который сам за ручку ведет вас в лес. Мой самый частый спутник в выходах на природу. Выполнен в лучших традициях настоящих северных ножей. Клинок, это углеродка от Lauri. Рукоять из карельской березы. Потрясающая такая финская эргономика. Скандис Пульски высокие, сведения в ноль, естественно. Поэтому точить этот нож одно удовольствие. Положил на камушек вручную и погнал. Очень качественные, компактные кожаные ножны. Нож туда входит с таким щелчком, как будто бы кайдекс. Если говорить сухо только о функционале, то этот нож идеален для длительных, таких тяжелых, суровых бушкрафтерских работ. Особенно, что касается дерева. Но, конечно же, и другие работы нож выполнить достойно. Будь то продукты, либо какая-то хозяйственная деятельность. Единственное, надо помнить, что клинок из углеродки требует какого-то минимального ухода. Этот нож одновременно и рабочий, и очень душевный. Это такой маленький кусочек дикой природы у вас на поясе. Пятое место нашего рейтинга. Душевная рабочая финночка. Суоми Пуко от Woodknife. Четвертое место нашего рейтинга. Это полностью мастеровой нож. Клинок и общий дизайн Василия Гашовского. Слесарка, пины, ножны, монтаж Иван Мараян. Нож полностью ручной работы. А потому обладает своим особенным духом. Клинок из стали К110. Закаленный до 61 единицы по роквеллу. Обух 4,2 мм. А сведение при этом 0,3 мм. Поэтому нож этот просто бомбезный резак. Рукоять из так называемого святого дерева. Это южноамериканский палисандр. Твердая просто как камень. Топовая эргономика. Особенно вот удался этот грибок на тыльнике. Рука просто ложится туда как родная. Классные, качественные, кожаные ножны. Нож садится в них глубоко и плотно. С таким необычным диагональным подвесом. Очень удобно присаживаться с ножом на поясе. Этот нож мой самый частый друг в том, что называют полевой кухней. Да и вообще он для меня буквально как живой. На четвертом месте он лишь потому, что я люблю серийку. Такое вот у меня извращение. Четвертое место. Мастеровой нож. Совместная работа. Гашовский. Мараян. Бронзовый призер нашего рейтинга. Третье место. Это спайдерка мул. Это место мул занимает только при наличии у него накладок и ножен. А не в своем штатном виде, когда это просто кусок стали. Просто потому, что пользоваться мулом вот в таком штатном виде, когда это типа скелетник, практически нереально. Руку режет он буквально сразу. Убьетесь вы и удовольствие не получите. Наматывать сюда какой-то паракорд, но это тоже полумера. А вот изготовление уже ножен и накладок требует такого неслабого опыта, навыков, либо дополнительных денег. Спайдерка мул. Отличный крутой фикс. С разными классными современными сталями на выбор. С возможностью скрытого ношения. Без риска пропороть себе жопу или напугать прохожих. При таком грамотном исполнении ножен, очень компактный нож. Я ношу его горизонтально на поясе. В городе даже под футболку он совершенно не мешает. Но при этой компактности мул имеет вполне себе полноценный, достаточный клинок. И что самое важное для меня, это полноценная, полная, хорошая рукоять. А не вот эти недоразумения на три пальца, как бывает на городских фиксах. Я очень часто использую этот нож в городе вместо обычного складня. Если ты увлеченный ножеман, любишь классные, необычные, современные стали, любишь фиксированный нож, его дух древности, надежности, то спайдерка мул вполне может стать твоим единственным универсальным ножом на все случаи жизни. Третье место. Спайдерка мул. Серебряный призер нашего кабанево рейтинга фиксированных ножей. Это нож. Спайдерка. Фил Вилсон. Сприг. Спаи сделали этот нож по дизайну известной популярной модели Фила Вилсона. Для ножеманов не надо рассказывать кто это. Но что самое хорошее, спаи смогли сделать этот нож максимально близким к оригиналу. Насколько это вообще возможно. Конечно, если вынести за скобки ту термичку, которую предлагает своим клиентам Фил Вилсон. Спаи в этом плане, конечно, очень далеко позади. Но вы только посмотрите на эту линию подвода. Сведение на этом ноже 0,35 мм. Для спаев это просто немыслимо. Это какой-то прорыв в сведении их ножей. Этот нож очень узкоспециализированный. Он не любит бушкрафт, не любит какие-то крепкие, суровые работы, которые специально ищут себе современные выживальщики. Клинок в обухе 3 мм. Сталь С90В и просто волшебная как для спаев сведения. При этом такой очень острый, колкий, тонкий кончик. Все в этом ноже говорит о его узкоспециализации и нарезе. Рукоять такой приятной полированной G10 на заклепках. Все сделано очень качественно. Темлячная трубка завальцована. Все ровненько. Нигде никаких задиров, ничего не торчит. Все очень четко сделано. Нож произведен в Тайване. И те, кто знаком с компанией Спайдерка, знают, что ножи из Тайваня делаются наиболее качественно, что странно, чем даже ножи в Японии и в США. Про его эргономику даже говорить долго не приходится. Фил Вилсон не зря ест свой хлеб. Удобство в руке. Эргономика в работе. Тактильная приятность удержания. Вариация хватов. Все, в общем-то, на высшем уровне. Он настолько изящный, приятный и при этом удобный, как будто бы любимую держишь за ручку. Ножны. Есть в них некоторое неудобство. Мне не хватает здесь такого зацепа под палец, как типа, например, на ножнах ТРС. И второе, мне не нравится спаевская клипса, которую они лепят практически на все свои пластиковые ножны. Спайдерка Фил Вилсон Сприг. Нож очень красивый, очень качественный, очень удобный и просто бомбезный резак. Я получаю действительно несказанное удовольствие при работе и даже просто при прикосновении к этому ножу. На втором месте он только лишь потому, что является очень узкоспециализированным ножом. Это его большое достоинство и это же его недостаток. Второе место нашего рейтинга спайдерка Фил Вилсон Сприг. И вот мы добрались до объявления первого места нашего рейтинга. Уже много лет этот нож является моим самым дорогим ножевым другом. Если бы мне была необходимость избавиться от всех моих ножей и оставить лишь один нож, это был бы именно он. Дагритер РСК МК-3. Он же Benchmade 152. На этом месте этот фикс, потому что он просто охренительно сбалансированный. Он одновременно и выживальческий крепыш и просто крутейший резак. И да, оказывается это действительно возможно. Обух у него достаточно толстый, чтобы быть надежным, но при этом достаточно тоненький, чтобы быть резаком. Кончик не какой-то ломовитый, но при этом и не шибко изящный. Сходится под таким углом, что этим ножом при необходимости можно смело ковырять. Широкий клинок с очень высокими спусками. Прекрасным сведением и не менее прекрасной сталью Bench 30-кой. Что в общем-то является чуть ли не эталоном 30-ки в мире. Обработка клинка такой грубый, но очень красивый stone wash. Это одновременно и красиво и очень функционально. Царапины не оставляет, к продуктам не прилипает. Форма рукояти позаимствована у Мелла Пардию с его легендарного Гриптилиана от Bench. Поэтому в авторстве этого ножа в общем-то в открытую указываются Дагритер и Мел Пардию. Плашки рукояти выполнены из G10 с очень приятными такими пропилами, бороздочками мелкими. Тактильно это сложно передать, это надо подержать в руках. Посмотрите как выполнена насечка. Она заходит и на часть рукояти вровень с плашками и на этот фирменный Дагритеровский горб. Пальчик просто сам как под гипнозом туда ложится при вот таком вот хвате. Сочетание этой проверенной годами формы Гриптилиана, этих приятных на ощупь накладок из G10, этого горбика Дагритеровского, делает хват этого ножа просто божественным. Я невероятно кайфую, когда просто беру этот нож в руки, даже ничего им не резав. Посмотрите как остроумно и изящно выполнен стеклобой в этом ноже. Немножко так хвостовик клинка вышел за G10, ненавязчиво торчит буквально на полтора миллиметра. Есть в этом ноже минус в лице достаточно странных ножен, но даже этот минус я готов простить и даже немножко начал любить эти ножны только из своей симпатии к самому ножу. Один в них плюс есть, что нож может ложиться в них разной стороной. Я люблю симметричные ножны, это очень удобно. Общий вид, силуэт, дизайн этого ножа для меня ценен тем, что он не какой-то вычурный, не имеет очень дерзких форм, но при этом он достаточно необычный и очень узнаваемый. Обобщив, хочу сказать, что этот нож умеет практически все и при этом выглядит очень круто. Плюс он редкий и имеет некоторое отношение к какому-то конкретному ножеделу, известному в мире бушкрафтеров и выживальщиков. Поэтому мой чемпион в этом рейтинге, мой лучший нож, это нож Doug Reiter RSK MK3. Вот вся моя десятка фиксированных ножей, весь мой рейтинг. Вам же, друзья, я желаю постоянно тасовать свои рейтинги, менять свои предпочтения, свои представления в ножах. Потому что только так наше увлечение развивается, только так мы можем получить новые знания, новые эмоции и даже новые воспоминания. Все, друзья, до свидания.